и снова добрый вечер снова это я и снова мы на кухне ребят я только что примчалась с работы как видите я в повязке потому что я не переношу жару ни в коем и и вообще для меня жара ци ци беда вот так так я вам и скажу не никакими другими словами этого больше назвать не могу я люблю море я люблю погоду хорошую но если нет доме кондиционера это беда но включать нам еще его не хочется и поэтому я терплю пока жару и открываю окошки хотя ведь на улице жарче чем дома ну хотя бы какой-нибудь свежий воздух идет на меня и мне уже легче ребят все значит о чем я хочу сказать помню что вы просили название лекарств говорили говорить о болезнях но вы спрашиваете я значит сейчас приготовлю ужина потом когда буду его снимать всю красоту которую я наготовлю я вам передам список препаратов которые мне помогли и я почувствовала себя снова молодой счастливой красивой у меня не валят ноги я скакаю прыгаю и вам того же желаю в общем я помню об этом извините что вчера не это сама не описала этот список потому что честно скажу забыла потом уже легла и думаю боже ребята спросили так что дико извиняюсь все впереди вот у меня битя сегодня настолько бедный устал короче он пришел с ночи переоделся буквально ел не ел пил чай не пил чай и поехал на на широкий поля на короче на огород потому что обещают на три дня это дождь но видя в это не верит но сам факт что там все взялось корочкой после предыдущих дождей вот так как так баронки не было у нас рядом прополоть не удалось просопать прополоть и витя сегодня решил ну короче а знаете как дорвался скажем так он ко всей работе относится очень ответственно и очень скажем так если уж делать то делать но сегодня он наделался до упада короче он лежит сейчас на диване бедный весь красный уставший вот а у меня же пятница у меня радость у меня муж дома я дома и я сегодня решила фейервер вкусности такое забабахаю сейчас ребят сама вот слюной сейчас и скажу короче витя принес опять мне ну только уже эти самые вот эти вот витя как они называются чесночные а это лук все-таки не чеснок а луковые вот эти вот стрелочки не сервера и да нет чесноковая я думала это у меня не похожи кстати вот и шла я домой ребята ох и какие запахи вот запахи вот они стоят вот она красавец но краса кстати смотрела сегодня одного блогера и он значит призвал людей что цветет везде акация я вас призываю выйдите вечером когда садится солнышко она еще больше издает запахи выйдите и понюхайте это невозможно ну пройти мимо этих запахов короче я рада за него что он делает такие жесты для людей скажем так может быть кто-то и отзовется я только за были бы у витечки силы он бы тоже вышел но он сегодня слишком уставший все я споем сегодня обязательно тему добрый вечер я с устатку и не ем шея то что если покушаешь работать не будет вообще ничего не кушал ты куча двоится целик два яйца и чайок клюк молодец у Юлия говорит я же там ему на готовые печенье и конфет запасы калорий хватает на красный видите я вообще а он вот как на море ехать рядом со мной такой мужчина атлет и в таком цвете и я белая мышь подвальная ну а что вот такая судьба да придется купила вкуснячьи а я квасу не могу на пицца длинненькая такая у нас тоже скоро будет подтягнуйтесь на видевку ребят даже не мою представляете первую очередь я прожарю грибочки правильно делаешь и сначала те как ты думаешь да 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 именно ну там ну а я думаю вот это час даст сок и она проварится пусть прожарится я потом ее докину вот четыре дня готовился к вам четыре дня смесала вали в два дня так и два дня так думаешь как просто леночка имеет шанс да да вот ну вот и давай за пятницу и и и риски такой запятницу так удачи опа домашний летний напиток у нас у нас цесыла ребята просто ух бомба резкий а я буду это пока грибочки нам поджариваются я маленько сейчас постругая вот это дело поработал кушать не хочется вообще только у вас был и поем запахи захочешь кушать поменьше нас так значит что еще за рецепт сказала орешки снова люди спрашивают ребятки но я же так четко сказала один раз в год все завтра не надо все не надо норма не жгите больше это что таки серьезная вещь это сейчас самые витамины ребят стараетесь вообще скачут скачут тимофея не сейчас думаю так что витя сегодня наработался я вообще не выставляет целый день на самцепеки обещали сегодня дождь и в час и в два и в три и в пять и в семь что-то там брызнула но это же не дождь это так а сегодня смотрела эту полтаву давите полтаву полтаву просто заборы сносит ураган града не было правда вода выше колена просто река по селу льется картошки плывут помидоры это просто кошмар все тут рядом сюрприз ушел все вот они мои вкусности ребят на не смогла мимо пройти я сейчас делаю такое чудо пока грибочки жарятся вот таким образом я делаю маленькие надрезы чтобы она быстрее про про мариновалась маринованию времени у меня уже нет но это все-таки вы понимаете она настолько нежная сейчас я вот это все наготовлю и буду сама называть как хочу как хочу немножко перчиком немножко чесночком буквально обмануть для мариновки соль не буду пока потому что у меня остатки не нашла этого слова который я хотела найти поэтому будем вот таким образом обманывать вот так сейчас я просолю проперчу ветер музицирует меня это радует значит он еще не совсем уставший бедненький мне его очень жалко так 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 чесночок ребят спешка у меня всегда вы понимаете я берегу время настолько мне его жалко терять скажем так жалко каждую минутку а особенно в пятницу цель настолько великолепные времена пятница вечер это просто так все не в муку него что я макать не буду я просто лишь полью маслечком сковороду уменьшу огонь чтобы она сразу не схватилась и сейчас пойдет до сумасшествия вкусный запах ой видя нерви струны вот она красавица послана представляете какая вкуснота ребят я давно не брала кстати думаю да в конце концов не хочется мне как тогда и в рыбаковке но очень хочется так и сейчас захотелось и будем дальше с вами резать так что значит юля собирается сейчас только туда ехать если значит что получится завтра мы же уходим на юбилей знаете не получается говорю давай так если в воскресенье дождя не будет то я вытяну Лену туда на дачу вытяну Юлю Сергея и мы может быть что-то по дому сделаем я свое на огороде сначала бром что-то по дому сделаем поприбираем что-то повыносим к ремонту же готовятся потому что видите на смене в воскресенье и все вот так и пройдут выходные и пройдут выходные грибочки поджариваются завтраки пошли ах искала я соус знаете у нас есть магазин сеть магазинов из европы контрабас я искала там соус такой вот он тягучий как соевый но только со всякими вытяжками там и винный в общем много-много не нашла в общем не то что не нашла не было времени забежать в контрабас и купила обычную сальсу я сейчас посмотрю как она будет к рыбе пойдет или нет я ее примерно в вкус знаю будет хорошо замес этого султа я добавлю сальсу и она себя оправдает вот так будет удобнее красота ребята это много раз об этом говорила я тоже присоединяюсь витюшечка у меня голодный весь бедный мне его нужно кормить детину мою я так шутя его называют детина мы все чьи-то дети правда мы все чьи-то дети а вообще помните песню мы дети галактики но самое главное мы дети твои дорогая земля сейчас они прожарятся у меня и я добавлю совсем немножечко сметанки чтобы они были тонны а редисочка чтобы были грибочки тринадцать минут сотрудница мне сказала не делай длинные ролики сделай а что надо надо делать ролики интересными а время это вообще не важно овощи и нарезы очень удачная редиска и всего лишь по по 15 рублей гривен у меня еще и черепи для рыбы я взяла 4 штучки для красивой для красивой обработки тарелочки как презентация называют есть же такие слова да хотя можно приготовить обычные макароны но их так презентовать на тарелке да сделать красивую сервировку что они окажутся вообще макароны вау можно при большом желании можно все Витя слюны глотает не надо тут ходить ты все подглядываешь уходи он даже мимо проходил я думаю ну нет он не видит а он мимо проходил а ты вот это готовишь да а я не бачу а я не знаю бачу я акацию бачу ничего бачу кроме акации не ну ты ж Лена меня всегда должно быть не я не за еду я за красоту ну типа цветы сегодня я что-то без еды ну да хочется отдыхнуть ну по вечер конечно надо надо грибочки земли надо легенько еще туда вот туда сядь тут не стоит уплепить тяжело да огонь и твой да за шей за шей вот два дела в кухне а мы тут квас вторая партия кваса мы не успеем так на один квас ничего у уже уже поспел ну вот видишь потому что жарко видите все уже жарко не ну уже сильное это сусло это получается сусло да оно уже сильное оно уже это первое там долго начинает пока начнет это уже оно в силе воды добавил сахар добавил сироп я сироп делаю не сахар сироп вот раньше я считал это одно и то же ну а сейчас ну это надо химиков спрашивать и они биохимики вот этого не знают то что для простого человека кажется ну какая разница сахар сироп сваренный или этот а какая-то там молекула там она совсем другую так что вот взять мед сладкий да мед взять сахар и мед это же две разницы мы знаем это вообще небо и земля в этой сковородке оно лучше обжарится я пересыпаю тут оно томится а в этой оно обжарится согласен? да посмотришь сейчас это толстое дно а там сотейник он тоненький будет гореть а не нет оно уже готово а ну тогда все солим перчим и что ребятки давайте я сейчас выключусь подготовимся еще к одному экспромтику а потом я включу и покажу всю красоту договорились сейчас я еще перчу грибочки грибочки солю и пока все и выключаюсь а потом я вас найду вы помните мои слова да правда я всегда и говорила говорю и буду говорить все ребятки мы приготовили красоту Витя для вас душевно здорово спел умничка он у нас правда у меня и у вас чуть-чуть вот вот она моя красота поняли да все красивенные обалденные вот это овощи наша красота это у нас как называется Витя как он его шпинат шпинат и салат шпинат как сумишь сумишь да вот и вот эти вот наши луково-чесночные грибочные вот такие вот там сейчас не каждый малина ты их добавлял да да грибы лук стрелочки луковые грибы грибочки здесь ложка сметаны соль перец и чесночок витамины бегают все хлебушек Леночка не не перестает удивлять но сегодня пятница мы имеем право да красота приглашаем в гости подъезжайте ни в каком ресторане такое не подадут я думаю домашняя пища есть домашняя пища все ребятки всем кто сейчас ужинает всем приятнейшего аппетита удовольствие получайте от вечера продляйте это время продляйте оно настолько быстро бежит а вы его не торопите никогда цените каждую минутку щадите себя цените себя и любите decrease и рад радовайтесь хочу тебя найти сегодня радоваться есть люди рождаются они веселые и радостные это прекрасный дар божий надо учиться учиться любить, учиться радоваться малому даже радоваться ну слуха, я же вам доказываю понятно малому, что есть люди, которые дай ему миллион, он три дня порадуется, а потом начнет уже, ему надо еще понимаете, именно это большая тема, я задел так просто за радость, вот фильм Калина Красная, мне очень нравится Шукшин и частник везет и он с тюрьмы вышел, хорошее настроение, ну с тюрьмы я там не был, он, наверное, с тюрьмы ну когда ты, это, я с армии ехал, хорошее настроение, да, армия это тоже было похлеще, да и тоже, я же говорю, почему ты такой грустный, что такое почему радоваться тут, если умеешь радоваться, радуйся, не умеешь так сиди понимаете, именно так сиди ну живешь, как птиц себе там не радуйся ты ну человек, если он не может радоваться у него значит что-то другое на душе он для для меня это несчастные люди которые не могут радоваться еще спрашивают а чему радоваться понимаете ну это же нельзя объяснить зачем жить понимаете так само можно зачем же жить тогда можно лечь в группе, ждать не радоваться жить, ждать куда-сюда ну надо жить радоваться учиться радоваться а кто не умеет пусть так сидит ну что ты сделаешь ну не дал Бог ему не дано не дано, да это такое вот как песня вот не поется бывает песня и все я знаю людей таких что пел все а потом раз что такое не поется а я себя тренирую я себя все время хорошо настраивать надо это как установку делать и оно ну с годами это надо ну я всю жизнь так занимаюсь именно что даже мимикой лица делаешь улыбку и через 20 минут мозг вырабатываются гормоны радости там это ну это ну и ты будешь просто это ж ну человек это химия понимаете вот такой вот так монолог да именно ну я говорить не умею все ты умеешь прекрати Витя а вот что за всю жизнь я насобирал такую что он меня держит что я умею настроение себе поднять другим поднять это очень прекрасно это надо учиться уметь есть люди которые рождаются такими ну как бы тренироваться как бы а вот радость наша он всегда вот я сегодня устал до полчетвертого ну я полчетвертого домой приехал солнце пеки там это я перекультивировал весь город там все вручную но у меня хорошее настроение я радуюсь в пятнице жене своей радуюсь а я тебе радуюсь песни радуюсь и даже на усталость усталость забыта сейчас покушай наверное может она немножко все будет хорошо все пока пока все пока остывает пятница 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 ура все пока 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 всегда с вами погода в доме Лена Витя пишите ставьте лайки пальчики вверх колокольчики подписывайтесь к нам на канал у нас весело все пока пока любите и будьте любимыми пока пока ребятки еще раз добрый вечер значит что мы поужинали я вспомнила снова свою ошибку я ошибаюсь часто вы заметили потому что в молодости все прощается за нас молодых ребят по поводу болезни вы спрашивали наименование препаратов я изначально хочу начать значит рассказать не просто о препаратах которые я принимаю сейчас и они мне помогли а о самом заболевании изначально как оно все начиналось короче у меня частые очень пяточные шпоры хотя у меня с пятками все проблем нет они целые не лопнутые не это самое внутри на кости нарастает соль это были первые признаки вот этой заболевании люмболгия конечности тазовых конечностей люмболгия она так и называется вот нейропатолог мне ее определила оно долго вяло текущим процессом шпоры я убивала блокадами последняя шпора мне не удалось ее убить и я месяца 8 мучилась и эта шпора переросла в боль задняя часть ноги от стопы до ягодиц такое было впечатление что все сосуды сократились на какой-то минимум спазм они стянуты они сухие я не могу ни нагнуться ни присесть во второй половине дня напряг такой на ноги что боль такая что хочется плакать от боли и при каждом шаге боль при каждом нагибании или наклонении боль и вот когда меня невропатолог покрутила во всяких разных таких она такие делала вещи которые ну по крайней мере я еще у врачей будучи не раз изгибала во всяких направлениях углах каких-то в общем очень интересная у нее такая приспособа была именно ручными ручными методами она пробовала как двигается мышца в этом изгибе как она тянется в этом изгибе и когда она меня всю эту значит прощупала все мои мышцы она сказала ну я не обманываю но она так и сказала а как вы вообще ходите у вас жуткий спазм есть седалищный нерв он находится справа и слева у бедра значит человеческого организма а эти нервы которые у меня были зажаты находятся между позвоночником и тазом вот тазовой костью они такие две маленькие над ягодицами да над ягодицами и они настолько были у меня спазмологичны что они бездейственны вообще поэтому крови в ноги не шло и говорит ну тут могло и до вплоть лопанья вен и так далее могли быть кровоподтеки кровопрощение и значит она мне выписала ребята но она мне так и сказала вам поможет на третий день снимет боль на десятки на десятые сутки вы забудете об этом и если вдруг у вас это не пройдет то вы обратитесь ко мне за блокадой но я думаю что этому доктору я очень настолько благодарна что я надеюсь до блокады не дойдет и поэтому если у вас рядом нет ручки я две секунды подожду возьмите пожалуйста ручку и листочек я сейчас вам продиктую весь перечень открою секрет этого нашего врача она защитила диссертацию по неврологии она очень сведома в своем деле по крайней мере я очень рада что к ней обратилась я думаю вы уже готовы может я еще минутку подожду подожду в общем курс лечения состоит из двух недель после двух недель еще два препарата которые нужно будет употребить вот и нет вру один один укольчик еще проколоть это один препарат после двух недель и потом если вдруг не поможет но мне помогло нужно обратиться за блокадой блокадой она мне тоже дала наименование если нужно будет кому обратитесь я вам его дам потому что в этом списочке у меня его нет кому будет нужно я сообщу ну все ребят я думаю вы готовы и так приступаем в течение дня утра вы встали позавтракали и мы принимаем после завтрака препарат аэртал это таблеточка в фольговой такой обработке аэртал вот и делаем укольчик как она себя чувствовала после нее скажи сейчас Витя подожди я диктую сначала ты скажи за ней и потом делаем укольчик диаграмма это укольчик препарат таблеточка и укол идет с утра потом в течение дня мы в обед после обеда мы принимаем препарат таблеточка в виде торпеды такой красненькой миорикс миорикс и делаем укол в ампуле медитал медитал все теперь мы в 6 часов вечера через день значит через день делаем укол таблетку каждый день вечером пьем магнирод она называется такое название интересное магнирод а через день например сегодня сделали этот укольчик завтра нет и так далее делаем укол под названием бета-спан вот все вот это мы делаем в течение двух недель каждый день утро обед вечер повторюсь вам еще раз утро аертал и укол диаграмма в обед миорикс и медитан а вечер магнирод и бета-спан через день через день да все проходит 2 недели мы этот курс проделали проходит 2 недели и мы каждый день колем в течение 2 недель каждый день колем укол кетарол все лечение закончено кетарол ну это все знают он кетанов кетарол кетарол это тоже обезболивает вот вот таким образом ребята здесь у нас и очень болючий укол витамин вот этот вот который я колю я кричу стану Витя колет но в принципе все терпимо но главное что действительно я на 3 сутки почувствовала ощущение радости я говорю Витя ущипни меня у меня ничего не болит у меня прошла пятка у меня прошли ноги у меня ну никаких болевых никаких в общем такое впечатление что у меня лет 35-40 не больше вот так ребят в общем если кто вдруг не записал выйдите ко мне на канал скажите Лен дай ссылочку еще раз и я вам еще раз пропишу думаю ну мало ли может быть человек не добежал за ручкой на этом все на этом все мы с вами прощаемся все жду если что непонятно пожалуйста пишите я с вами всегда чем могу тем помогу все пока пока и так я говорю что сегодня на огороде был короче тело убил полностью добил там пахал культивировал барановал воду то купил и чай там Юлечке спасибо Юлечке она приготовила чайник там печенье было там это то я чайку попил оделся хорошо сегодня ну типа у меня была такая разлетайка белая шляпа такая мухомор военная такая о сегодня всех пограничников сегодня с праздником сегодня день пограничника ну того еще СССР и день сварщика мне сказали и день сварщика только даже я люблю и барабанщиков даже помните пусть всех с праздником всех с весной акация уже зацвела акация такая она меня так поднимает вот я телу ну я правда душ принял там холодно горячее холодное там это разогнялся и душа воспряла ну душе хорошо тело так чуть-чуть это ну ничего на душе легко чтобы тело не болело не страдала бы душа да и просто что хорошо на душе тем что за выполненную работу что ты достиг ну что хотел то сделал сейчас именно вот весна вот надо сейчас запустишь как говорят с детства ну типа надо если теленка его надо кормить хорошо тогда будет толк с него а если ты его с детства запустил там ну как-то не докормил он и будет такой так и растение надо дать ему рост дать ему корень корень надо под кислород короче под корень обогатить да подрыхлить и растение оно пойдет а вот и тем более нам грозятся дождями я не верю все равно что у нас может быть дожди ну как-то в этом году на удивление что идут ну даже бывает вот где-то Черкаса где-то где Еленочка что там вообще повымывало да и нам это нам не надо я люблю сутковой дождь вот чтобы он целую ночь сутковой чтобы шел для меня прекрасно пыли нет прохладненько а песня тема акации боже мед чистый мед нектар даже хочется песню так хорошо спеть нектар целью ночь соловей нам насвистывал город молчал не молчали и домам белая касса и грозня душистые ночь сутковой сутковой напролет нас ловили с ума белая окар слег а �� душистые ночь напролет нас словили с ума сicon в сатве и судьбит был весенними ливнями В тёплых оврагах стояла вода. Боже, какими мы были наивными, Как я бы могла не были и тогда. Боже, какими мы были наивными, Как же бы счастливы были тогда. Горды прощались, седыми нас делая, Где чистота этих веток живы. Только зима да метель эта белая Напоминает сегодня о них. Только зима да метель эта белая Напоминает сегодня о них. Час, когда ветер бушует из столы, С новою сиплою чувствую я. Белая акации гроздья душистые, Неповторимы, как и у нас, моя. Белая акации гроздья душистые, Непозвратимы, как и у нас, моя. Сильнейшая песня, сильнейшие запахи акации. Это надо так, чтобы сделать такую песню, Это надо очень и очень. А я сегодня не буду мою веточку сломаю. У нас акации, тут посадки. Короче, тем более люди говорят, Что вот нельзя ломать там. Оно, понимаете, дерево, оно омолаживается. Его надо резать, пилять, ну, чистить. Чистить. Вы даже сломали ветку, Оно уже силой пойдет больше в корень, понимаете. Именно на дерево пойдет. А если только цвет вот этого силы много, Оно не пойдет на дерево сила, понимаете. И он будет балетом или как. Вот в Европе нас смеются, Что вы выращиваете дрова, Фрукты и дрова. У нас очень много веток лишних. Мы их не режем тоже, жалко там, типа. А они режут там, Я потом в последнее время тоже начал, Яблые резать. Так что вот ветка вот так, вот так. Делается вот такая ветка. Она пускает такие, На новые урожаи. Она пускает, Спящие почки просыпаются. Она может не дать такой урожай, Но она даст дереву омолодиться, Даст укрепиться. Больное дерево оно не дает хорошего урожая. Его надо, Ну, оно отдает и отдает, Отдает и отдает. А вот я сломал, например, веточку, Уже чуть-чуть будет легче дереву, понимаете? Ну, греха, ну, где-то, вот, я никогда не ломаю. Сумач, мы боимся этим, Ты же не выбрасываешь, не сломал, не выбрасываешь. Да, нет, ну я говорю, что этого вреда никакого. Вот, есть говорят, А я вот не ломаю цвет, там, туда, суды, Когда цветет. Ну, каждый я это... А Витя умеет делать приятное женщинам, Да, я думаю, любимой женщине. Да, любимой женщине. Она сладкая, я съела одно. А, конечно, там же нектар. Это ж чудо. Все, ребятки, все, Витюшка. Это чудо. Ммм... Сервировать стол будем, да? Оно подымает. Боже, я вроде не... Пришел такой... Уставший, да. Уставший такой... Ну, принял душ, именно, Шарко, холодное, горячее, контрастный. И сразу, как рукой снял. Ну, конечно, сейчас, что я не кушал, там, квасу выпил. Ну, а сейчас покушай, и выйдет из дома такая, ну... На отдых уже. Будем отдыховать. Да. Ну, конечно. Ну, конечно.